Ксения Попова Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Как здорово, что вы смогли прийти среди всех рабочих дел. Как у вас дела? У нас штатная рабочая обстановка, так же, как с самого начала всей этой истории. А что такое штатная рабочая обстановка? Вот как это выглядит? Я даже не знаю. Ну, сложно, наверное, говорить о штатной рабочей обстановке в приемном отделении. Такая интересная формулировка существует, что приемный покой. В моем понимании, если приемный покой, это очень странно. Как правило, это приемный непокой. Вот, это ступают пациенты, мы с ними работаем, постоянно какой-то муравейник происходит. Наверное, внешне кажется, что это муравейник, но на самом деле мы четко понимаем всегда, что делаем. И каждый знает, куда он идет, зачем он идет и как сделать максимально быстро и безопасно для наших специалистов. Вот примерно такая штатная обстановка. Ну, естественно, куча звонков, все телефоны наблюдают. Вот это стандартная штатная обстановка. Ну, то есть как, во времена пандемии, во сколько вы приходили на работу, во сколько уходили, что происходило в промежутке? Ох, ну, наверное, с самого начала нужно сказать, потому что, вот, я думаю, со всеми коллегами, со своими, с которыми мы общались, мы с трудом вспоминаем Марс, с большим трудом вспоминаем. Именно Марс мы с большим трудом вспоминаем. Я думаю, что это такое, такая некая охранительная амнезия, потому что было очень тяжело, потому что нам было не столько тяжело войти в пандемию, потому что, в принципе, для нас и такое ощущение, что для Москвы вход в пандемию был достаточно мягким, мягким в плане пациентов, потому что мы начали входить в пандемию с легкими пациентами. Это были молодые люди, которые вернулись с отдыха, они были практически все здоровыми, и, в принципе, клинически там делать, с врачебной точки зрения, было делать, ну, по большому счету, нечего. Мы наблюдали интенсивно, начинали заниматься интенсивно теми пациентами, которые у нас ухудшались, имели клинические проявления, но, в принципе, вот, было мягко. Нам было крайне тяжело, в каком причине, что мы открылись, мы открылись, и мы отсюда действительно практически не уезжали, у меня есть... А какого числа открылись, Ксения? Мы открылись 1 марта, вот, 1 марта мы открылись... Уже прям сразу стали с 1 марта поступать ковидные пациенты? Да. Я... 29 февраля у нас было совещание, работало оповещение в канале чрезвычайной ситуации, ну, такой формат, формат связи, как можно всех сотрудников добрать учительственной ситуации. Вот, мы получили это оповещение, и все собрались. Как раз я после дежурства думала, сейчас я отдохну, но нет, вот, и все собрались, где-то часа в 3, наверное, мы собрались, и в 10 вечера уже было примерно понятно, как будут распределены все эти потоки. Нам очень помог город, и приехали и сотрудники Пуськова, и СЛИ, и сотрудники санэпидемной службы, то есть все люди, которые, ну, должны помочь разработать логистику, маркрутизацию, слабые моменты, все вот эти... ...вопросы, с которыми мы не сталкивались, не работая с инфекцией. Вот. И в 10 часов вечера уже было принято решение, мы начали интенсивно разворачиваться, и в 12 ночи начали поступать пациенты. Все это, естественно, в условиях дефицита штатов, потому что мы открывались раньше, чем было запланировано. Это все в дефиците, естественно, расходного материала, потому что мы, опять же, открывались не запланированно, мы должны были открыться значительно позже. Вот. А СИЗы были сразу? Да. Вот СИЗы были сразу, потому что мы должны были войти, мы должны были войти в эту... В общем, понимание, что мы заходим на COVID-историю, появилось где-то в пятницу вечером, в пятницу вечером, ну, вот в пятницу вечером накануне, да, вот этого первого числа. Получается, да, мы все вечером собрались, мы срочно продумывали заявочную кампанию, что нам нужно для того, чтобы открыться. Вот. Примерно такая история. И первые дни, конечно, это было... Подводили грузовиками, ну, машинами, кто угодно, кто на своих личных машинах вез хоть какую-то расходку, слава богу, у нас была другая территория, и, да, мы срочно оттуда привозили все, что необходимо для того, чтобы работать. И вот эти вот первые дни на ласке было очень тяжело. А вот вы упомянули, что не такие тяжелые пациенты поступали в первые дни, а насколько много их было? Это был сразу прям поток, вал или какие-то отдельные люди? Да, да, первые дни мы, естественно, была задача в первую очередь, в первую очередь, очередь помочь передужным стационарам, да, инфекционным стационарам, они первыми вошли в эту историю. И у них был огромный перегруз, по-моему, порядка 140-150 даже процентов. Поэтому практически в первую очередь, не то что практически, а второго числа я вам поехал оттуда массовый перевоз, и я помню, мы приняли порядка 70 пациентов, и это было не просто пациент, пациент, пациент. Это был микроавтобус, и сразу несколько пациентов, микроавтобус, и сразу несколько пациентов. Вот, и, а потом мы были привязаны к рейсам, потому что своих больных практически еще не было, но мы знали рейсы, которые привозят тех людей, которые были точно в прямом контакте, и мы были привязаны к рейсам. Вот в самом начале, когда началась эпидемия, и пациенты стали поступать в сети или в СМИ, можно было найти такие нарративы истории пациентов. Кто-то ложился, снимал на видео или делал серию фотографий, потом делал посты, ребята, не так все страшно, как казалось, вот даже еда какая-то симпатичная, вот булочки в одноразовой упаковке, я помню, эти поддоны фотографировал, врач-коллега, который оказался в коммунарке. Ну и в целом такой был ореол, ну, приключения такого, вот попал на теле, вот как, значит, да, такое приключение я пережила, благополучно пошел домой. А потом, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, ситуация поменялась, стало меньше таких откликов, и, видимо, пациенты стали более тяжелые. Это так? Абсолютно так. Вот это первая волна, где-то первые, наверное, 2-3 недели марта, вот это как раз вот эти пациенты, которые, скажем так, с которыми было огромное количество проблем на стыке, на стыке этики, эпидемиологии, юридических и юридических аспектов, потому что им нужно было объяснить, на каком основании вообще их госпитализируют и вообще не спрашивают у них никакого согласия. А они вообще прекрасно отдохнули и планировали как бы съездить туда-туда-туда к родственникам еще, вот, и вообще прекрасно себя, прекрасно провести свое время. А тут их укладывают, а им, а как они будут курить? А вообще мы привыкли вообще к хорошему быту жизни, а как, у вас тут такой Wi-Fi слабый? Да ну вы что? Вот, такой момент, конечно, было, вот это тоже съедало огромное количество нервов, сил, потому что мы вот в таком формате не привыкли. Мы привыкли объяснять, почему людям не нужно госпитализироваться, вот, а это была для нас совершенно новая история, вот. Ну, и потом, естественно, эпидемия ввела свое, и, естественно, мы уже начали касаться теми пациентами, которые требуют деспитализации, и тут мы поняли, почему, почему все так, и, наконец, поняли люди, почему все так. И тут уже началась такая, ну, массовая, массовая паника, массовая истерия даже, пожалуй, порой. То есть, психотип пациента в корне, естественно, поменялся, уже начали ехать испуганные люди, кто-то по делу, кто-то больше перепуган, чем реально болен, и такая отдельная история уже началась. Новая совершенно для нас более привычная. Это где-то к концу, к середине, может быть, к концу марта, если я правильно понимаю. Да, да, да. В принципе, с тяжелыми пациентами мы столкнулись уже, ну, с такими настоящими ковидными снеумониями, так, прошу прощения, да, некоторые, такой же организм в нашей медицинской. Но типичной, скажем так, картиной коронавирусной инфекции мы столкнулись уже в начале марта, единичные пациенты уже были. Мы их прям очень помним, и пусть они выписаны от нас благополучно, даже те, которые лежали в реанимации. Ну, да, пациенты, конечно, поменялись. Я помню, вот один из первых эфиров был с Анной Испенской, доктором, анестезиологом-реаниматологом из Италии, и она говорила, что когда в самом начале у Италии не было такой возможности раскачиваться, принимать сначала пациентов более легких, смотреть, какой-то опыт приобретать, у них разом произошел этот оборудок. Они сразу вошли, да, вот. И она говорила, как ей было важно предупредить российских коллег. У вас в этом смысле оказалась ситуация более благополучной, и опыт набирался постепенно. И в какой-то момент начали подключаться другие московские стационары, и достаточно интенсивно закрывались стационары под ковид. Был ли у вас процесс обмена опытом? Да, да, это было достаточно плотно. По сути, из-за московских неинфекционных стационаров мы, получается, вошли одни из самых первых. Ну, все-таки первыми я считаю, что это были инфекционные больницы, которые столкнулись с этой историей. Ну, а потом, да, очень быстро я хотела сказать, да, почему мы так мягко вошли. Здесь все-таки сработал весь департамент, и Министерство здравоохранения, они совершенно осознанно сработали на опережение. Да, и это был одним из методов, как не пойти нам по неблагополучному итальянскому стационаре. И он сработал, он действительно сработал. Именно поэтому мы мягко вошли, да, мы заранее вошли, да, мы, возможно, скажем так, потратили на всю эту историю чуть больше денег, чем могли бы потратить, если бы этого всего не делали. Но плоды, я считаю, есть от этого. И мы все действительно видим, что если бы мы зашли готовой команде в готовую больницу, да, так как это было, например, в 15 больнице, то нам было бы значительно легче все это пережить. Просто у нас наслоили для этой истории. Вы имеете в виду переезд на новую территорию, набор команды? Мы имеем в виду переезд на новую территорию, у нас есть персонала, большого количества персонала, одновременно обучение персонала и подготовка материальной части. То есть это все было, конечно, тяжело. Если предъемное отделение говорить про вашу отчину, какой процент сотрудников был новеньким? 90. 90 процентов. 90 процентов, да. Ну, нужно понимать, что на территории Касаткина-7 там же тоже приемное отделение осталось. Оно же не испарилось никуда и не переехало. Каждая территория должна располагать собственным приемным отделением собственным штатом. Поэтому, естественно, обескровить то отделение было невозможно. Мы максимально забрали сотрудников для того, чтобы не парализовать работу на той территории. Но там и штаб небольшой, там совсем небольшое приемное отделение, потому что больница плановая и достаточно малопрофильная. Поэтому, да, возможности собрать много сотрудников и большим штатом зайти у нас не было. Вы начинали рассказать по поводу опыта. Да, обмена опыта. Да, очень много коллег просили помощи и в плане разведения потоков, как обеспечить, как минимизировать риски внутри больничного инфицирования. На том этапе нам было это очень важно. Это сейчас у нас 100 процентов коронавирусной инфекции, и мы уже не боимся, что нас кого-то заразили. Тогда это было, скажем так, краеугольным камнем, и поэтому действительно требовало порой какие-то шахматные партии. А если мы сделаем так, потом переставили, нет, а если так, то есть мы разрисовали не только планы, как развести. То есть это была такая большая, интересная, интересный такой большой квест. Во сколько же вы домой уходили? Ну, во-первых, мы как-то дежурили так в основном через сутки. Ну, стандартный рабочий день был 36-38 часов. Вот так, примерно в сутки. Стандартный рабочий день был 48 часов. Прекрасно. Вот вы сказали, что где-то к концу марта стали совершенно другие пациенты приезжать, напуганные, в панике, с паническими настроениями. Как это повлияло на работу приемного отделения, сотрудников приемного отделения? Ну, сначала, не могу сказать, что паника у всех, да, просто мы начали встречать вот этот момент. С одной стороны, мы несколько вдохнули, ну, ну, наконец-то. Во-первых, наконец-то было с кем поработать. Наконец-то можно было поработать все-таки. Ну, мы все-таки, мы должны обладать навыками коммуникации, но все-таки мы врачи, а не психологи. А особенно приемное отделение, да, это же люди как бы пришел, увидел, победил. Вот, а здесь, когда нужно что-то объяснять и лечить голову, да, вот это прям очень тяжело, это очень сложно было сотрудникам перестроиться. И особенно под конец смены, да, это, в принципе, время такого серьезной такой усталости, когда самый комплиентный человек, мне кажется, ему его попроси что-нибудь передать, и он тебя задушит в этот момент. Вот, а здесь еще приезжает какой-нибудь молодой человек, у которого нет никаких изменений, у которого температура 38, и он, о боже, он с коронавирусом. Вот, и этому человеку донести, что его лечить не нужно, и он может лечиться дома, пить чайок с малинкой и парафетамолом, вот это было просто миссиным ботом. Я это наблюдала также по моей работе, довольно много моих знакомых не врачей, а на самом деле врачей тоже обращались ко мне с вопросами медицинского характера, и никакие мои уверения, что тот факт, что я работаю в медицине, с медицинскими сотрудниками, не дает мне оснований ни комментировать состояние, ни медицинские советы давать, ни там, ни про лекарства. Она абсолютно это не убеждала, и я вспомнила, как читала книгу Джеймса Хэрриота, который говорил, что, ну, совершенно обычное дело, когда медицинские советы спрашивают у ветеринара, а врачи животных спрашивают у почтальона, ну и так далее. Наверняка к вам также и вне работы обращались за разного рода медицинскими советами и комментариями. Может быть, есть какая-то история про то, про что спрашивали друзья, приятели, коллеги? Да, даже так вот на скидку сказать какую-то одну из историй не могу выцепить, потому что, ну, потому что это непрекращающийся поток сообщений, СМС, звонков, то есть, ну, он просто действительно непрекращающийся, то есть огромный, и причем так смешно, ну, у нас же, да, есть огромный, ну, большой штат людей, без которых невозможно было бы запуск и вообще функционирование больницы, да, это служба эксплуатации, это закупки, это бухгалтерия, отдел кадров, да, но это то, без чего невозможно, да, чтобы функционировало. Вот. Но люди, зная, что они работают в коммунарке, все равно задают им чисто медицинские вопросы, и, получается, через десятки и руки они могли бы его по телефону проконсультировать, потому что такая прекрасная история. Ну, действительно, коммунарка – это такой, знаете, знак качества, то есть, например, когда какие-нибудь мои знакомые боялись того, что они заболеют, то есть это было гипотетически, ничего с ними пока еще не происходило, но они вот, обдумывая, как это могло бы быть, и думали, что, ну, вот если они попадут в коммунарку, то будет все хорошо, а вот если они попадут в какое-то другое место, любое другое, то это еще бабка на двое сказала. Сталкивались ли вы с таким убеждением пациентов, что вот сам факт коммунарки – это такой знак качества и гарант? За счет, ну, такого большой популяризации, скажем так, ну, это действительно популяризация, и мы в итоге действительно сталкиваемся с непреодолимым убеждением пациентов, что именно здесь, именно здесь и спасут. Я, ну, прекрасно понимаю, да, если бы вдруг не дойдет моим близким случилась бы вот такая беда, и я понимаю, что, ну, ему становится хуже, несмотря на то, что он уже лежит в больнице, ему становится хуже, то, естественно, ну, прыгаешь через голову для того, чтобы сделать все для этого, спасибо, да, это логично, но, к сожалению, мы, наверное, чему нас научила, хотя, в принципе, опыт антибиологи-аниматолога, да, у нас тоже как-то к этому всегда подводил о том, что есть какие-то моменты, когда вот он вот что-то и не делает, вот что-то не делает, вот что-то делаешь правильно, что-то делаешь по гайдлайнам, и даже больше того, да, и все равно вот даже руки опускаются. А здесь у нас, в принципе, изначально никакого инструмента не было. Были попытки, да, эксперименты, были какие-то временные методические рекомендации, но, в принципе, да, все, чем мы пытались работать, оно, к сожалению, себя не, скажем так, не оправдало. Да, вот сейчас все, чем мы лечили изначально, да, мы сейчас все это убрали из формуляров, и, в принципе, нигде сейчас во всех пационарах это не используется. То есть все это время лечение во всех пационарах, оно совершенно идентичное. То есть минимальный набор препаратов, сейчас этот список вообще, да, крайне минимизирован. Поэтому лечение, в принципе, везде одинаковое, оно прописано, ничего нового не придумали. А таких-то волшебных препаратов у нас нет, их нет в принципе, и у нас их нет, вот как это неудивительно. Но, тем не менее, люди действительно едут, люди порой даже отказываются от предложенной ингоститализации, и приезжают к нам сами, и говорят, ну вот, вот, ну вот, вот так. Бога ради положите. Да, да, примерно так. Было интересное китайское исследование выгорания врачей, и какие факторы вносят наибольший стресс, наибольший вклад в стресс врачей и других медицинских сотрудников, и вот эта невозможность помочь пациентам, вот то, что вы сейчас говорили, ну что ты не делай, по некоторым причинам некоторые пациенты ухудшаются, и все плохо кончается. Вот этот фактор оказался одним из самых тяжелых, наиболее мучительных для врачей, ощущать свое бессилие. Видели ли вы такое у себя, у своих коллег? Да, мы это видим, видим прежде всего, ну, я это вижу, естественно, не среди своих сотрудников, да, потому что мы, все-таки, очень мало времени проводим с пациентом. Но среди своих коллег я, конечно, это вижу, особенно вот люди с максимальным, скажем так, уровнем эмпатии, которые в доковидное время, да, я их знала именно как людей, которые имеют найти особенный подход пациента, да, и которые могли, да, гасить любые конфликтные ситуации, да, которые очень трепетно относились к своим пациентам, вот по ним это бьет сейчас сильнее всего. Вот в этот момент, когда они понимают, что, ну, чего-то не делай, вот что-то не делай, да, и вот оно как-то, оно вот так пойдет, да, и никакие волшебные препараты, вот сейчас, они не остановятся. То есть, либо мы создаем все условия, все условия для организма для того, чтобы он сам, да, сам убил этот вирус, и здесь такая определенная гонка, успеем мы создать резерв для организма или не успеем. Вот если не успеем, то вирус повезет, а если не успеем, то организм повезет. И вот такая вот история. Ну, к этому, наверное, довольно тяжело относиться как, ну, к спортивному состязанию или как к игре, поскольку цена человеческой жизни. Нет, мы не относимся, естественно, даже это, наверное, сейчас сложилось такое ощущение от моих слов. Да, я как раз к тому и говорю, что вот эта вот исключительная серьезность и критичность результата вносит дополнительный груз для врача, несет дополнительную нагрузку, потому что мы, ну, психологи, по крайней мере, все время беспокоятся про эмоциональное состояние медиков, про выгорание, и ситуация, правда, вот эта эпидемическая довольно тяжелая. А, Ксения, как вот вы наблюдали у сотрудников приемного отделения, как менялось их психологическое состояние за те два месяца, пока, третий месяц уже, да, пока пандемия шла? Наверное, наверное, мы, ну, вот в апреле было тяжело, и достаточно подавленное было, подавленное было такое настроение, не только сотрудников приемного отделения, но практически все, когда было максимум потока, это был наш пик, это был перегруз, это перегруз по всему городу, и непонятно было, куда же мы все-таки пойдем, непонятно было, куда же мы все-таки пойдем, по какому сценарию мы будем развиваться. Вот тогда было действительно, было подавленное, подавленное такое и настроение, практически все жаловались на то, что они не могут утром встать, то, что их проваливает сон, то, что, ну, вот какая-то действительно, действительно измененное состояние, и мы заметили, что мы начинаем раздражаться по элементарным вопросам, даже по себе могу судить, то есть меня всегда знают, как, что я могу одно и то же рассказывать, меня вот буквально сегодня отчитывала главная сестра, что я как мама для своего отделения, чем они вас там занимаются, вы пришли и все решили, вот, то есть вот это все было, и я до сих пор вспоминаю с ужасом свой отель, когда я понимаю, что я взрывалась, просто взрывалась на любой момент, и я потом понимаю, что в нормальной ситуации я бы объяснила, я бы выяснила, почему так произошло, что здесь просто башня срывает сразу. А что делали? Как поддерживали себя? Никак. А когда было поддерживать, не знаю, когда такой день сутка, и выходные здесь, и не выходные здесь, просто потом немножечко спал, спал, не спал, и как-то так выровнялось, все так более-менее выровнялось. Еще, конечно, вот я смотрю, у всех сотрудников по-разному, но все сотрудники, которые, скажем так, продолжают свою самоизоляцию от близких, вот им вообще тяжко. Да. Вот просто действительно очень тяжело, особенно у кого маленькие дети, они тяжело, все это еще тяжелее, это происходит, перенос. Я все-таки уже как бы воссоединилась, не имею возможность, а кто-то все равно держит... А сколько вы были вдали от семьи в изоляции? Два месяца. А потом вдруг выяснилось, что у меня уже есть антиселло, и очень многие наши сотрудники вдруг выяснили это. Да, ну, кто-то перебазил. Да, кто-то, да, слава богу, перенос, это мало симптомно. Ну, вот так вот оно произошло, и поэтому потом появилась возможность увидеть эту семью. Это же прекрасно. Да, вы как раз предусветили мой вопрос. Я хотела поинтересоваться, миновала ли вас болезнь, или вам пришлось с ней столкнуться? Ну, все сотрудники, которые получили, скажем так, прекрасный презент в виде хитра антисел, мы все, естественно, начинали ретроспективно в себе копаться. Но мы понимаем, что вот в этой гонке, не гонка, конечно, это не всякая гонка, просто инфунктивный, скажем так, инфунктивный ритм работы, и мы, наверное, даже не обратили внимания. Хотя прекрасно знаем, на что нужно обращать внимание, но на себя как-то так вот случилось, не обращаем внимания. Вроде был так, вроде горло подболело, но вот повезло, и не ударило. Вот так вот, просто погладил, и мимо прошло. Хотя, конечно, у нас есть коллеги, которые заболели, и болели серьезно, и тяжело болели. Ну, вот здесь такая вот лотерея, и не скажешь, как она. Да, но если говорить про пациентов, то, конечно, вот эта история, что даже в коммунарке умирают пациенты, и вообще в целом умирают от коронавируса врачи, то есть казалось, что врачи – это какая-то такая защищенная каста, вот, ну уж, они знают волшебные слова или действия, но когда выяснилось, что и врачи умирают от коронавируса, где-то это тоже было в апреле, мне кажется, много-много муссировалось таких историй, и это было прям очень-очень страшно. Как это воспринимали коллеги-медики? Естественно, естественно, тяжело, когда, особенно, когда ты знаешь этот человек, естественно, ужасно тяжело это воспринимается, но, опять же, это воспринимается как то, что у нас тяжелое, ну, лично многое воспринимается, что это может быть по-другому, да, я знаю, что, ну, знаю, скажем так, своих коллег, которые тоже, ну, скажем так, имеют определенный уровень паники именно вот в этой части. Я же это воспринимаю именно как то, что у нас очень тяжелая ситуация, и, к сожалению, есть знакомые, знакомые знакомых, которые, к сожалению, погибли. Вот. Это воспринимается очень тяжело, в каком плане? говорит о том, что мы как раз, ну, врачи, как самая незащищенная карта, оказалась в данной ситуации, потому что вот это очень формальное деление, очень формальное деление медиков, которые работают с COVID, не работают с COVID, это настолько формальная история, и, естественно, чем больше контакта с пациентом у медика, который формально не работает с COVID, тем больше рисков у него проконтактировать, и проконтактировать не раз, и получить очень серьезную вирусную нагрузку. И, как правило, именно этих наших коллег мы и лечили. Вот именно они больше всего и пострадали. То есть не тех, кто работал в COVID-19 стационарах, а как раз напротив. Да, именно так. И даже был такой момент, что мне даже было неудобно. Мне правда было неудобно перед коллегами, что они работают в такой тяжелой ситуации, что считается, что им не нужен такой уровень защиты, а мы тут все из себя такие защищенные, и поэтому мы не болеем. Вот такой момент был, конечно. Да, ну, видите, теперь есть карман, что вы тоже переболели, как выяснилось. Да, да. Ксения, делали ли что-то? Вот я когда вас спросила, как справлялись вот с такой излишней раздражительностью, тревогой, да, ну, в разные моменты, там, в зависимости от нагрузки, вы сказали, ну, да особо никак, очень большая загрузка, некогда было. А в отношении сотрудников приходилось что-то делать? Не могу сказать, что с кем. Ну, скажем так, больше всего я старалась в отношении сотрудников сделать так, чтобы они не работали в том графике, в котором я. Вот, потому что я понимала, что если, если кто-то из моих сотрудников вылетит в этот момент, то, ну, все, все, вот мы упадем. Вот у меня был вот этот постоянный страх, что вот если сейчас вот кого-то из сотрудников я потеряю в этот момент, то все, мы упадем. Поэтому все-таки, да, я старалась делать, ну, естественно, ненормальный график, да, все равно все подходили где-то к двумстам. Но, тем не менее, да, чтобы было хотя бы какое-то время для перезагрузки. Вот, поэтому вот такое ощущение, но все равно, естественно, все подряд, все сотрудники не будут желать подходить и подходить и рассказывать, как ему тяжело, да, потому что все видят, в каком ритме я работаю. Да, но, тем не менее, я все равно старалась мониторировать и какое-то хоть чуть-чуть время, да, подойти, спросить, ну, как ты. Естественно, кто-то, да, отвечал, да, шаблонно, спасибо, все хорошо, да, с кем-то, с кем, ну, просто так получилось, что, ну, просто дольше общаешься и более доверительные отношения, да, сел, там, немножечко поделиться, но, в целом, ничего. Помогло, наверное, еще что, что в какой-то момент мы пришли и все-таки поломали вот этот стереотип, что дежурство может быть только 24 часа. И мы все-таки пришли к этому стереотипу, что нужно дежурить 12 часов, вот, 8 часов, это, конечно, недостижимый для нас формат, это нужно, чтобы все жили, ну, в шаговой доступности от работы. Но 12 часов нас спасли. Я заметила, что, наконец, у людей перестали, начали проходить пролежни на носу, от этих тизов постоянно стоять, и народ как-то так немножечко подвижался. То есть это было ваше собственное ноу-хау, потому что я, например, такие данные находила в англоязычной литературе, как длительность смен. Это ни в коем случае не ноу-хау. Всем известно, что 24 часа это совершенно зверский график, который, скажем так, он удобен только с точки зрения времени сотрудника. Он неудобен работодателю, он не позволяет делать, он не позволяет нормально перекидывать смены. Вот, допустим, зачем мне 24 часа сутки и такое количество сотрудников? Я знаю, что у меня поток в это время. Я выведу сколько сотрудников и их усиливу именно в это время вот этими короткими сутками. К примеру. Это удобно, это крайне важно для работодателя, потому что риск врачебных ошибок, риск кесаринских ошибок, риск именно вот этих каких-то конфликтов, вызванных запредельной усталостью, он тоже в разы снижается. Это совершенно не ноу-хау. Но переломить наш менталитет о том, что я лучше убьюсь сутки, зато я потом отдохну, а лучше двое суток подряд, потому что я потом еще больше буду отдыхать. Вот. Переломить вот этот менталитет оказалось очень сложно. Мы шли к этому, вот я месяц, наверное, раскачивала, и потом все сказали, ура, как хорошо оказалось. А что значит раскачивала? То есть нельзя было приказным явочным порядком сказать, вот с завтрашнего дня мы переходим на такой график работы. И так непросто, и так тяжело, а здесь еще такое вольнонтористское такое решение, это было, наверное, неверно, поэтому пришлось идти по методу окон. То есть сначала, а как вы смотрите на 20-15 смену, по 12 часов. А вы знаете, что бывают смены по 12 часов? И так постепенно так капали и капали, что тогда мы решили, что все-таки все, мы переходим. Ну, давайте попробуем. Ну, опять же, не все, мы понимаем, что все с нами далеко живут. Но те, кто примерно в двух часах в районе часа доезда, они все пишут. Вот как раз про сестер вас хотел спросить. Вот вы когда рассказывали про необходимость общаться с пациентами много, уговаривать, разговаривать, и что обычно в приемном покое все-таки меньше бесед и меньше острота вот этих бесед. Все-таки, если говорить про окружающий мир, да, не Россию, то чаще всего такого рода беседы ведут не врачи, а медсестры. Именно у них есть возможность побольше побыть с пациентом, поговорить с ним, а врачи меньше, и там врачи прибежали, убежали, оказывают медицинскую помощь. А как это у вас устроено? Насколько медсестры включены в коммуникацию с пациентом? Ну, они, конечно, конечно же, они общаются. Естественно, врач, как правило, врач, это машина в приемном отделении, это машина, битная машинка. Он сидит и что-то в ординаторской судору настрочит, пытается все это быстро настрочить. Он минимальное количество времени пообщался с пациентом, а потом уже десетры дальше все дорассказывают. Ну, да, естественно, мы с ними работаем. Это банальный навык коммуникации, о том, что она должна как минимум представиться, потому что вот этот вот, я прекрасно понимаю пациентов, потому что они вообще не понимают, кто не подошел. К ним подошел, я прошу прощения, вот этот сперматозоид. Все на одно лицо, все что-то там бум-буму сквозь маску, половина не слышно, половина непонятно, вот, и поэтому у них вот этот момент дефицита общения, дефицита нормальной информации, он, конечно, просто зашкаливает. Вот, поэтому, естественно, мы стараемся, стараемся, да, общаться, стараемся понять, а главное, стараемся, чтобы пациент минимум времени находился сам с собой. То есть, у нас пациенты не ждут чего-то, да, то есть, сразу, как только скорая приехала, сразу забрала медсестра, она ему все померила, положила на коечку, мой хороший, вы здесь сейчас полежите, мы сейчас возьмем у вас анализы, сделаем компьютерную демократию, потом сейчас вас доктор посмотрит, и бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, ну и дальше, как бы, вот так это ведет. Они видят вот это шоршание вокруг, поэтому, в принципе, в приемном отделении, как правило, все понятно. основной удар, то есть, там вообще-то особо даже не о чем, то есть, да, какие-то стандартные вопросы, а как можно передать мне вещи, а где я буду лежать, и, ну, вот такие вот моменты, а что я, как бы, когда они заходят, ну, несколько новой формации приемного отделения, в основном люди, конечно, к этому не привыкли, когда они приходят, большой зал, а там уже койки перегорожены шербочками, и у них такое, такое смешанное чувство, что я здесь буду лежать, и говорит, нет, подальше идти, мы сейчас будем лежать, вы будете в палате, мы сейчас вас здесь посмотрим, вы приезжаете, а что, можно лечь, и что, даже ботинки снимать не нужно, такие смешные, конечно. Не нужно? Нет, не нужно. Да, к этому еще предстоит привыкнуть, конечно. Так, но, из-за того, что мы сразу зашли в новом формате, и у сотрудников другое отношение, они сразу немножечко перестроились на другой формат, они сразу перестроились на другое внутренний, внутренний контроль качества. У них появился внутренний контроль качества, и дорогого стоит, о том, что они не могут не соответствовать этому. Вот, естественно, разные, да, кого-то мы избавлялись. Вот за эти три месяца? Да, да, конечно, конечно, потому что нужно понимать, что сотрудников мы набирали просто аварийно, просто аварийно, да, закрывая глаза наполовину, наполовину необходимых бумаг, которые нужно оформить при этом трудоустройстве, вот, просто аварийно. И, естественно, полноценно процежировать, посмотреть, пообщаться, не было возможности, потому что я помню, что у меня доходило, что у меня 5-6 собеседований в сутки было с сотрудниками. Это на какие позиции? На врачебные, на медсестринские? Врачебные, естественно, и регистраторы, кладовщики, то есть, да, приемное отделение, это же большой, большой пул самых разных специальностей, должностей. Да. Поэтому, естественно, естественно, потом включался уже отбор. А были ли коллеги и сотрудники, которые сами сказали, что нет, мы не можем, это выше наших сил? Были. Да. Да. В основном истории кто-то отказывался сразу. В основном, в основном, как ни странно, это молодые женщины, которые недавно обзавелись с семьей. И у них, как у специалистов, я вижу, я им рассказываю, я им показываю, объясняю, у них загораются глаза. им очень интересно, потому что, ну, этот опыт, он просто, я не знаю, он, мне кажется, уникален. У них загорались глаза, они говорят, что, ну, мы вынуждены пообщаться с семьей, и они потом звонили или писали, и говорят, что, я бы очень хотел, попросите, но семья сказала, нет. Это также соответствует данным исследования, какие факторы влияют на повышение уровня стресса у врачей и выгорания, и один из факторов это молодой возраст, когда эмоционального пыла еще достаточно много, а опыта еще недостаточно, и вот этот вот эмоциональный порыв и потом расстройство может приводить к существенному стрессу и выгоранию, может быть, это и неправильно. Да, а еще плюс молодые, они всегда в погоне за опытом, да, кто будет дежурить, я, а завтра кто будет дежурить, тоже я, я 8 часов послез, и тоже буду дежурить, ну, вот, это, конечно, тоже может быть. Вы останавливали. Да, да, видела попытки, они там как-то классно поменялись, или вот как бы, да, ну, если что, я могу и вторые сутки, то есть это категорически было нет, и человек просто попроваживался в агрессивной форме. И, знаете, я вот всем одинаковый вопрос задаю в конце, вот когда эпидемия закончится, когда мы вернемся к обычной жизни, и коммунарка будет работать, как вот было запланировано, да, а не как ковидный стационар, что сделаете первым делом? Этот вопрос задают очень часто, да, а я сейчас прихожу к тому, что я пока не вижу вот нековидного будущего пока в настоящий момент, то есть вот поэтому я в ближайшее время даже не рассчитываю на такую историю, вот я с трудом тебе верю, чтобы нас вот так вот раз, обрубят, и все, и нет ковида, все равно мы научимся с ним жить. Да, это будет, да, это будет еще один вирус, да, который может тяжело стечь, мы примерно научимся с ним бороться, но пока это история не ближайшего, мне кажется, будущего, поэтому, ну, когда-то, когда-то мы вернемся в нормальный ритм, конечно же, что сделаете тогда? Ну, нет, естественно, естественно, поеду куда-нибудь отдыхать, вот, я вот буквально вчера шла и поняла, что вот все, умираю, хочу на море, вот просто вот лечь и звездой, и все, и лежать, и слушать. На море и звездой, да, прекрасно. Все равно мы все больше и больше друг другу, больше и больше тебе позволяем, да, потихонечку можно сходить, наконец, можно сходить, вот сейчас вот уже можно сходить на маникюр, то есть не входить, как будто ты землю рыла, я не знаю, норы, а хотя бы сходить на маникюр, это уже, это уже счастье, ну, это действительно такой вот психологический момент, когда ты понимаешь, что ты вот руки должен куда-то спрятать, и на них смотреть даже, вот стыдно. Не знаю, поймут ли нас доктора мужчины, но девочкам это прям очень-очень важно. Ну да, они так, конечно, смотрят так. Но на самом деле, мужчины у нас ходили за ровши, то есть кто-то спасался тем, что он просто купил себе, ну, вот этот, забыла, как называется, ну, машинка, которая стрижет, стрижет. Ну, хорошо некоторым главврачам, которые предусмотрительно машинка еще до вступления эпидемии. Вот, но в итоге у нас практически все перешли на такой формат, конечно, не столь радикально, вот, но все равно очень многие теперь стрижутся под машинку, вот такой прекрасный опыт они приобрели. Если что, с педикулезом точно справятся. Прекрасно. Хорошо. Спасибо вам огромное. Очень интересно получился эфир, какой-то теплый, искренний. Спасибо большое, Ксения, что пришли, что так интересно рассказывали на вопросы, отвечали. Даже не знаю, что пожелать, что бы, что пожелать, что бы вам хотелось? Нам всем пожелать терпения, все-таки вера, что все будет хорошо, вот нам всем, не медикам, а нам всем, потому что вот в полной мере касается всем и всех, и людям, которые сидели дома в это время, им было еще тяжелее, потому что вот это ощущение, что ты сидишь дома, а вот, я не знаю, лично меня всегда это вышибает, когда кто-то там вот-вот-вот наизнос, а ты сидишь дома, ты ничем не можешь помочь. Вот, мне кажется, как они вот это все пережили, я им не знаю. Да. Ну что ж, всем нам терпения и сил и извлечь уроки и полезные, и ценные из того, что мы пережили, из нашего опыта, потому что любой опыт хорош, для чего-то. Да, несомненно, он просто безумный, на самом деле. Мне кажется, я теперь вообще кто угодно организую. Ну, дай бог, чтобы это были исключительно какие-то хорошие, позитивные вещи для организма. Да, спасибо огромное, еще раз прощаюсь, спасибо всем слушателям, которые были с нами. Пока. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,